Итак, это ПТС, и мы попробуем покрутить большую коробку магмы. Посмотрим, что же с неё всё-таки упадёт, или же вообще с неё ничего не падает. Ну, что хочется сказать с одной стороны. Одна коробка, где целых 5 донатов, но кукри-мачете мы не будем считать за донат. Вот. И такие донаты, как Type, Milan, ну, на Церксию, QB. Нужно понимать, что все эти донаты были в отдельных коробках, и вытащить их было достаточно сложно, наверное, и проблематично. А сейчас мы видим их в одной коробке. Но, опять-таки, шанс выпадения неизвестен. Но будем надеяться, что нам хотя бы что-то выпадет с тысячи кредитов. Собственно, как-то так. Ну, растянем немножко момент. Посмотрим, посмакуем, как говорится. В одной коробочке ведь целых 5 донатов. Но, к сожалению, падает нам отсюда именно опыт. Опыт и красные дымовые гранаты. То есть, у нас даже третьего слота нет. А раньше ведь там падали варбаксы. Но, к сожалению, варбаксы убрали. То есть, это, конечно же, минус. То есть, как можно было зажать, понимаете, зажать варбаксы? Я объяснил, почему зажали варбаксы и вырезали из коробок. Чтобы люди могли за кредиты покупать варбаксы. Вот цель какая была. Конечно, это глупость большая. Поскольку, предположим, если мне нужны варбаксы, я имею большое звание, да? Я просто иду на зенит, на ПВЕ миссии, там, на кач на какой-нибудь. И просто фармливаю эти варбаксы. Ну, как лично поступаю я. И просто покупать варбаксы за кредиты. Ну, это просто глупость. Ну, посмотрим, что же выпадет отсюда или нет. Кстати, коробки крутит мой друг. Ну, скажем так, это его видим. И нам с тысячи кредитов. Ну, как бы сейчас вот выпадает именно CR CQB. Видите, это замечательное оружие. Характеристики его такие же аналогичны именно CR-ке за обычный донат. То есть, забыть, ну, в обычной коробке. И индейтичной характеристики мне выпало это великолепное оружие. Да, немножко в другом скине магма. Хотя, лично я, у меня, наверное, больше некого уважения и желания к обычной CR-ке. Вот. Но хотя бы нам что-то выпало с этой коробки магмы. Вот, где даже скины не падают. Хотя, скины вообще, ну, не нужны. То есть, кому вот нужны скины? Да, ну, не только таких людей, которые, не знаю, радуются тому, что с вартбоксов падают скины. Тем более, скины, ну, не самые лучшие. Вот. Собственно, как-то так. Вот. По поводу количества денег, которые мы задонатили. То есть, чем больше сумма задоначенных денег, то есть, если вы много донатите единожды, то, конечно, я не думал, что шанс вытащить что-то вообще есть. То есть, ну, конечно, большая сумма и больший затрат. То есть, если вы будете на донат тратить огромное количество денег, чисто мое убеждение, то там просто опыт будет сыпаться, вот белый, и вообще ничего не упадет. То есть, может быть такое, а если, ну, например, я придерживаюсь тактикой именно донатить, ну, задонатил сейчас, подождал недельку, через недельку задонатил еще немножко. Может, упадет, и не придется донатить прям сверхогромные суммы на этот жлобный варбокс. Ну, собственно, как-то так. Ну, попробуем покрутить еще одну коробочку. Ну, тысячи кредитов, может быть, нам что-то упадет отсюда, и все какое-нибудь донат. Думается, мне-то вряд ли. Ну, понимаете, да, шанс выпадения такой, что... Ну, дай бог, чтобы вообще что-то упало с тысячи кредитов, тем более. Ну, предположим, если мы берем беспроцентный кредит, это и будет одна тысяча кредитов. Ну, собственно, как-то так. Ну, давайте крутанем одну коробочку и наши новые снайперки. Ну, думаю, навряд ли что-то оттуда свалится. И открывается коробочка, получаем скин, великолепный скин. Ну, и синей дымовой гранаты. Ну, собственно, осталось нам у нас кредитов совсем ничего. Попробуем покрутить наш топорик. Может, он выпадет нам на ПТС-е-то? Ну, думаю, конечно, наврядный. Да и вообще-то тенденция крутить коробки, блин, это трата денег. Ну, в общем, как-то так. Не знаю. Я думаю, навряд ли что-то будет падать из этой коробки магмаса времени. Один час топорик, это великолепно. И 1500 опыта. То есть, с одной коробки максимум может упасть 1500 опыта. Ну, в общем, как-то так. Ну, в принципе, с 1000 кредитов нам досталось от Серсики Би. Хотя это 500 рублей, но за 500 рублей... Чё, добавить 500 за 1000 можно купить Battlefield Hardline. А мы спустили эти деньги в Free-to-Play Warface. Ну, собственно, как-то так. Ну, по мне, да, лучше играть вообще в Барту Hardline навсегда. И там нет никаких коробок, там VIP-ов и прочего. Там есть, конечно, премиум. Насчет премиум я там не в курсе. Но хотя бы обычную версию Hardline. Ну, не знаю, по мне, это выгоднее, нежели бегать в Warface'е со CRCQB. В более на МД-шном процессоре. Хотя, кстати, на ПТ-се я поиграл. Немножко фризит меньше, по крайней мере, вот от 29 января. То есть, у этих побегов фризил намного меньше. Игра шла, скажем так, быстрее. Ну, посмотрим, что ребята исправят. А может, что и не исправят. Может, только уменьшит донат в этих коробочках. Ну, смотрим, видите, характеристики аналогичные. У них ухо-духо CR. Ну, вот, которые и здесь есть на время. То же самое, ребят. Ну, в принципе, наверное, плюс где-то. То, что 6 донатов, ну, 5 донатов. Будут они падать или нет с коробки магмы? Ну, вопрос спорный. Наверное, все-таки будут, но не особо часто. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok